Микс Ньюс Здравствуйте! Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком, в эфире Зелёная Лампа, программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, в студии наш звукорежиссёр Родион Золотарёв, и гость у нас сегодня скрипач Гидон Гринберг. Здравствуйте, Гидон! Добрый день! Он артист Оркестра Латвийской национальной оперы, а также очень много сотрудничает с театрами и эстрадными музыкантами, и вообще такой очень разносторонний музыкант. Помогаем мы сегодня собрать деньги на очень важное медицинское приспособление молодой художницы из Лелварды. Её зовут Ева, она страдает очень тяжёлой формой диабета, и для того, чтобы контролировать сахар в крови, который просто повышается внезапно и в любое время суток, ей очень нужен прибор, который называется фристайл, с датчиком и сканером, контролирующий уровень сахара в крови и сам подающий сигнал, потому что в таких тяжёлых случаях, которые у неё бывают, она может резко впасть в кому. И это молодая художница, она очень талантливый человек, очень красивая, романтическая девушка. Посмотрите на фотографии на нашем сайте, на страничке «Зелёная лампа». На сайте mixnews.lv. Да, на сайте mixnews.lv или на страничке нашей Фейсбуке. На год этот аппаратик обходится в сумму 1700 евро. Ну, где-то на три года мы хотим ей помочь, это 5100 евро. Наш телефон благотворительный и традиционный 93006384 работает всю неделю для Евы из Лейлварды. Стоимость звонка евро 42 цента. Напоминаем, что сегодня гость нашей программы скрипач Гидон Гринберг, он помогает нам включать зелёную лампу. И можно сразу, Гидон, начнём с актуальности. Да, вот у вас сейчас проходят репетиции, вы очень заняты, потому что вы репетируете новогодний концерт. А расскажите, пожалуйста, нам, что это за концерт, где он будет и что там интересного? Да, я думаю, что речь идёт о программе, которая будет в Рижском русском театре. И я считаю, что это будет красивый, яркий концерт и на любой вкус. Потому что, когда я там, так сказать, внутри процесса, то могу сказать, что очень разные вещи в программе включены. И будут неординарные решения, может быть, для песен, которые все и так знают. И я считаю, что это будет интересно и красиво. Там все актёры участвуют? Очень многие. Некоторые из старшего поколения не задействованы, очевидно, другие дела. Но, в принципе, да, там из молодёжи почти все. Ну и ещё. То есть это будет очень красиво. И когда это будет? Начиная с 13 января. Ну, извините, простите, пожалуйста. Декабря. Ну, это впервые такой формат придумал наш театр, этот новогодний такой концерт устраивать. Ну, приоткройте немножечко нам тайну. Кто там будет блистать? Что из номеров, которые готовятся, вот вы уже видели, что вам понравилось там? Разные номера. Мне очень нравится то, как поёт, танцует, работает Уля Бенхард. Её песни мне нравятся. В которых я не ожидал, но я их не раскрою, потому что ребята действительно удивили, очень приятно. Пусть будет сюрприз. Да, да, да. Неожиданно вот так раскрылись. Вот. И песни не очень простые, замечательные аранжировки, в которых Лиля Могилевская делала очень много с актёрами в вокальном смысле. Ну, вот. И... Ну, буду там петь и Ника Плотникова, конечно. И... И... Макс Бусил. И... Почти-почти все. И там сюжет, да, какой-то интересный это всё? Да, но это уже известное дело, что это всё происходит в терминале, как бы. Вот все готовятся к рейсу на 2020, вот, и происходит задержка, и происходит вот то, что там происходит. Это все вот увидят, услышат. А вы что делаете там в это время, пока все ждут самолёта? Ну, вот, я там поначалу с музыкантами, потом немножечко я в терминал захожу, чтобы взбодрить одну прекрасную даму, которая скучает и, может быть, переживает за то, что вот она там задержалась, и время идёт. Ну, да, я, конечно, как музыкант в этом всё. А что за номер, то есть, что вы играете, какая у вас тема там? Ну, именно вот. Да, то есть... Ну, я там скрипач-скрипач, просто вот. Ну, и на скрипке каким произведением вы взбодриваете даму? Секрет? Или можно... Нет, это не секрет. Поначалу просто я там захожу, там, с такой виртуозной яркой каденцией, и вдруг вижу её, играю что-то вроде как романса, а потом она включается и поёт свою песню. А мы напомним нашим радиослушателям, что мы на этой неделе тоже помогаем одной прекрасной даме. Прекрасной даме 30 лет, она молодая художница, зовут её Ева Яундалдера, живёт она в Лилварде. И вот мы, когда ездили к ней в гости, были у неё дома. Лилварде – это час, она отмеряет этот час, этот час до больницы страдания, потому что, когда у неё прыгает этот скачок сахара, диабета, то если довести до вот этого приступа до комы, да, то нужно попадать в больницу, чтобы тебя там привели в порядок, и это час до больницы страдания. Почему мы решили так громко и широко рассказать историю Евы, сделать много публикаций, будем привлекать наших коллег, потому что мы считаем, что это очень важная тема. В принципе, в Латвии, ну, мы понимаем, что у нас бюджетных ресурсов очень мало, не хватает на оплату очень много чего, да, мы можем долго об этом говорить. Ну, и вот потребности людей в лечении диабета удовлетворяются лишь частично, и за многое людям приходится доплачивать. А с работой, например, вот у Евы, знаете что, я прочитаю вот буквально две строчки из её письма. То есть она пришла к тому, что она уперлась в стенку, что она, ну вот у неё опустились руки, она не может оплачивать вот это своё лечение. И она написала письмо, просто, она пишет, я больна диабетом, мой стаж приближается к отметке 10 лет, и мне очень больно осознавать, что диабет меня разрушает, потому что невозможно точно и постоянно контролировать уровень сахара. Особенно страшно ночью, когда ты не знаешь, что с показателем сахара упал он или поднялся. Надо регулярно вставать по будильнику, делает забор крови, чтобы не поехать из Лилварда в больницу страдания. И вот она мечтает о том, чтобы у неё был вот этот прибор. Если среди наших радиослушателей есть люди, у которых в семье или в каком-то близком окружении есть люди, которые страдают диабетом, вот это очень важная, полезная информация. Прибор Freestyle Libre 2, он не сертифицирован в Латвии. То есть его можно купить, но в каких-то других государствах. Я не уверена, мы по Эстонии, но в Литве, например, вот он сертифицирован. И на год это обходится 1700 евро. И Ева пишет, я очень стараюсь и очень хочу сама оплачивать своё лечение, но я понимаю, что не смогу. Я готова как художник работать ещё больше, но не получается получить за это деньги. Я живу в маленьком городе, здесь вообще очень трудно с работой. И эта прекрасная дама, вот она реально прекрасная дама. Она вот такая вот с голубыми глазами, которыми она вот хлопает, с кудряшками. Она живёт совершенно, вот как я говорю, улицу, город и век перепутала. Она живёт в мире каких-то сказок, мифов, своих иллюстраций. У неё есть целая серия к мифам разных народов мира и к сказкам. Эльфы, единороги, принцессы. И сама она похожа на принцессу с картины Розенталя, вот где эта знаменитая картина. Принцесса и обезьянка, где принцесса с такими кудряшками. Мы даже на сайте поставили картинку, где она похожа. И она вот правда, если кто-то из радиослушателей, вот вдруг кому-то мысль или идея придёт в голову. У неё прекрасные работы. У неё такие ручные работы, расписанные в ручную скатерти. 20 евро. Вы знаете, я когда услышала эту цену, ну вот наши тырденьшие рождественские, которые в городе, да, там близко ты за эти деньги вообще ничего не купишь. Здесь просто роскошные вещи разных размеров. Какие-то собственного дизайна подсвечники, ручную расписанная посуда, кружки сувенирные. И нужен человек, который мог бы взять у неё, помочь ей просто с тем, чтобы взять эти вещи как-то на реализацию. И я говорю, что она ставит цену на такую совершенно такую, по-лилвардски, не парижски, не по-европейски. Вот подумайте, если вдруг кто-то захочет посотрудничать с ней, то на нашем сайте MixNews.lv в разделе «Зелёная лампа» вы найдёте наш контакт, или позвоните в редакцию, или напишите нам в Фейсбуке на страничке «Зелёная лампа». И напоминаем, что телефон всю неделю для Евы работает. Один звоночек евро 42 цента 93006384. Это помощь вот этой молодой, замечательной девушке, очень талантливой девушке. А фонд Be Open, с которым мы постоянно сотрудничаем, открыл счёт для Евы, чтобы помочь ей купить этот аппаратик по контролю за сахаром в крови. И контакты, вернее информация для помощи, которую можно перечислить на счёт для Евы, есть на нашем сайте тоже в этой статье. И никакие проценты, напоминаем, никакие комиссионные с этих денег не отчисляются, не берутся, всё полностью пойдёт для Евы. Напоминаем, что у нас в гостях Гидон Гринберг, и мы с ним остановились на том, что рождественский концерт, новогодний рождественский концерт сейчас репетируется в Рижском русском театре драмы. Гидон, а вы как к новому году относитесь? Что для вас этот праздник? Вот мечты сбывались когда-то, загаданные? Сбывались. А расскажите, что такое у вас сбывалось? Не, ну я сам как бы этому содействовал, конечно. Ну, да, ну вот, например, то, что я вот однажды загадал так, это я никому так и не говорил. Мы первые. Ну да, так как-то получается, что есть влюблённость, а есть любовь. И вот был уже такой определённый возраст, когда я хотел знать, что же такое любовь. И я получил по полной программе. Загадали на Новый год? Загадал, да, что я вот хочу не влюблённость, а вот хочу любить. Хочу любить и так, чтобы вот, чтобы я зависел и я получил это. Ну, замечательно. Это вообще-то… Да, вот так что такое вот чудо, если это можно так назвать. Чудо случилось, да? Да, случилось. То есть надо загадывать, да, желание? Да, да, да. Надо загадывать. А тот опыт любви, он трансформировался в какие-то продолжительные отношения? Да, 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 и эти продолжительные отношения теперь уже 11 лет, как, так сказать, зазаконенные, или как это сказать? Зазаконенные, да. Да, да, да. Вот. То есть вы себе жену загадали на Новый год? Ну, так получается, да. А сколько прошло времени от мечты до её? В том же году. Вот. Только в летом. То есть совсем. Ну, то есть мы как бы вот, у нас что-то началось, ну, наши отношения начали вот создаваться, да, летом того же года, вот, когда я накануне вот захотел наконец, что вот я тоже хочу не просто так, чтобы влюбляться и там вот, чтобы ко мне тянулись, а я вот хочу сам, сам вот это всё. А как вы сейчас уже с высоты прожитых лет можете сформулировать, вот чем любовь отличается от влюблённости? Я помню, что я тогда старался, когда я вот, у меня было это ощущение, и тогда это было довольно просто, что это было вот, что ты не хочешь с этим человеком никогда расставаться, и вот не можешь дождаться того момента, когда опять вы будете вместе. Потому что даже первые годы уже, даже когда после свадьбы мы могли просто сидеть рядом, и было так хорошо, что мы плакали от счастья. Ну, это как бы так наивно и глупо, но да, мы так себя чувствовали. И у вас двое детей, да? Да, да, да. Мальчик и девочка. Мы уже так не сидим и не плачем. Уже дети плачут, когда им что-то нужно, да? А мы знаем, вчера у сына был день рождения. Да, четыре годика я вспомнилась. Поздравляем. А вот расскажите, ваша жену зовут Катя, да? Она актриса в театре «Оса», да? Вот вы загадали на Новый год желание. Как вы с ней познакомились? Вот как вы это встретили? Я ее даже знал до того. Ну, то есть я ее видел. И она как модель работала в некоторых показах, где я работал как музыкант. Я знал, что она у Игоря Куликова там в театре, в младшем курсе тогда еще. Это вот Нелли я была и все. Да, в Старой Риге еще был у них на чердаке театр. Как Нелли, такая галерея, культурный центр. Да, и там на чердаке была как бы театральная студия, два курса «Земля» и «Спутник». Вот, и «Спутник» это были младшие, там и была Катя. А потом я начал часто участвовать в постановках Игоря и приходил смотреть на их. Он меня просто к себе приглашал, и я туда приходил и смотрел, как они занимались. Мы уже тоже как-то познакомились. Ну, да, и вот как-то уже к лету, к мая месяцу, вот как-то уже у нас, как бы, ну, мы начали встречаться, скажем так. Гиданов, ну вы же скрипач, а вот вы как-то музыку использовали? Да, очень даже сильно, потому что одно дело там, да, 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 там было много этого, и было просто около Даугавы, и самый такой был, наверное, окончательный вариант, у него был день рождения. Я позвонил, извинился, что я никак не смогу приехать, что я занят с квартетом совершенно в другом конце Латвии, рассказал, какая там жуткая погода и как там у них. И потом просто под окнами зазвучал струнный квартет, соседи вначале выглянули, потом там кто-то из ее семьи увидел тоже в окно, и тогда уже она выбежала. Просто в жилом микрорайоне? В Вимонте, да, на улице Клейсту. В Вимонте на улице Клейсту. Да, играли, если не ошибаюсь, то танго горделя по руна кабезе. Такая красивая вещь. У нас ведь с собой рояль в кустах есть, да, то есть есть у нас скрипка. Слушайте, ну, как с тех пор очень тоже любят ее. Вимонте на улице Клейсту. Вимонте на улице Клейсту. Может быть, еще и хэппи бэрс, да, это я уже не помню, но вот на этом она вышла. Ну, мы понимаем, почему она не устояла. Да, ну, так вот как-то потом все сложилось. Это замечательно. Хотя очень не сразу. Я помню, что я даже шел из Вимонты пешком в юглу и плакал, потому что не понимал, что есть что-то или нет. Ну, это уже неважно, потому что все свершилось и все. Вот 11 лет уже. Ну, давайте, вот сейчас Катя, наверное, нас слушает. Мы передадим ей огромный привет и поздравления с такой замечательной семьей, которую вы вместе смогли создать. Спасибо большое. Я уверен, что ей тоже это приятно. Сейчас у нас небольшой перерыв. Мы напоминаем, что наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю для молодой художницы Евы из Лиалварда, чтобы помочь ей в борьбе с тяжелой болезнью. Спасибо. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в гостях у нас сегодня помогает включать нам зеленую лампу, даже две сразу лампы. Скрипач Гидон Гринберг. Гидон, вот у вас 10 сезон Латвийской национальной оперы уже пошел. Кроме того, вы очень много с театрами работаете, везде выступаете, вас можно часто слышать. А почему скрипка? Скажите, вот это случайность или что это? Или судьба? Ну, очень много разных случайностей было по поводу всего, что связано с скрипкой и с музыкой, даже просто. Ну, скрипка – это мой выбор, да. Это уже когда я в музыкальной школе учился, я все время хотел играть на скрипке, хотя причина такая детская и сейчас кажется наивно глупой. Я уже с такого дошкольного, ну, скажем, шести лет где-то так возраста был влюблен в советский сериал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И хотя Василий Борисович не особо много играет на скрипке, но мне хватало того, что он держал в руках скрипку, и вот мне казалось, что я тоже должен, я хочу играть на скрипке. И так вот, да, уже в музыкальной школе, и я сам хотел очень играть на скрипке, и сказал это даже директору школы. А учились играть на фортепиано? На фортепиано первые два года, да. И она взяла за руку мою маму, сказала, вот ваш сын хочет играть на скрипке. И не беспокойтесь, школа ему эту скрипку даст. Только они, конечно, не сказали, что потом еще будет 4-5 других скрипок, которые придется покупать по увеличению, так как начинаем-то мы с маленькой. Ну да, так что вот со скрипкой так получилось, это такое впечатление от романтической литературы, детективной, скажем. А вот такой сразу вопрос, что можно языком скрипки, музыки скрипки выразить такого, чего нельзя обычным языком? Есть такие вещи? Ага. Ну, начнем с того, что просто не будет барьеры национальности, то есть не будет барьеры языка. И англичанин поймет, и румынин, и любой, да, потому что это как бы воздействует на эмоциональный, да, универсальный язык. Опять же, так, чтобы именно сказать что-то такое, что нельзя сказать с множеством слов, я бы сказал, что вряд ли. Но то, что это будет понятно любому представителю любой национальности. Я так. А в связи с Ливановым и фильмом о Шерлоке Холмсе, книгой, вернее, в первую очередь, наверное, да, правда ли, вы считаете ли вы, что скрипка способствует развитию аналитических способностей, как у него, у великого сыщика? Он поиграл, поиграл и решил. Ну да, он как бы мыслил во время процесса игры. У вас так бывает? Бывало. Да, потому что когда-то я много занимался и просто дома, и сейчас вот как-то, это, конечно, стыдно признаваться, но, в принципе, не хватает времени так вот просто взять и четыре часа в день заниматься именно, потому что приходится везде играть, а это немножко разное. Надо обязательно найти всё-таки время, когда всё это поставить в сторонку, и просто заниматься, всё прочистить, всё проверить. Вот. Но вот мечта ваша сбылась, всё-таки войти в образ вашего героя, любимого. Да, благодаря... Вы же видели эти фотографии. Да, 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 да. Расскажите. Благодаря моим друзьям из общества Шерла Холмса в Риге, которые всегда не руководят, а, как сказать... День рождения Шерла Холмса, это же сейчас уже даже... Да, 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 руководят, руководят днём рождения. Вот, и в прошлый раз мне посчастливилось, что не смог приехать актёр из России, который должен был быть в этой роли. И мне буквально вечером в 11 часов позвонила Надежда Игнатана и говорит, вот, гидночек, такое дело, спасай, нам нужен завтра Холмс. Ого, а вы обрадовались или испугались? Ну, я был на свадьбе друзей, и как бы с утра уже это вот всё должно быть, так что это было так скоро постижно, но, да, я проверил, что я потом могу успеть. У меня ещё потом был сразу в тот же день концерт в Кудыге, и надо было просто всё это сложить вместе, чтобы всё везде успеть. И это свершилось, да. Только, ну, Шерлок Холмс в один момент попрощался с публикой, снял шапку эту, одел другую и покинул до конца, ещё до конца праздника. Ну, да, это вот был такой момент. Да, замечательный праздник, конечно, и у вас очень такой колоритный там герой представлен. Вам и мы фотографию опубликуем. Спасибо, спасибо. Гидон, вы рассказывали о семье, о том, как вы загадали себе на Новый год жену, как ваше желание исполнилось, и что сейчас у вас двое прекрасных детей в семье. А скажите, в вашей личной шкале ценностей вот что главное? То есть у вас разносторонняя жизнь, у вас есть театр, у вас есть музыка, у вас есть жена, дети, семья. Но вот самое фундаментальное, самое главное для вас что? Дети, семья как раз таки, да. Вот уже теперь да, потому что ещё, если бы меня спросили даже, может, 4 года назад, я бы говорил, что всё-таки идеалы, музыка, ты должен служить искусству, да, это всё правильно, но да, на первом месте у меня точно семья. Это уже теперь все должны понимать и с этим считаться, что бывает, что мне говорят, ну как, как ты можешь? Я говорю, могу, потому что семья у меня на первом месте. Вы знаете, почему я задала этот вопрос? Потому что вот молодая художница Ева, о которой мы рассказываем, и помощи, для которой мы сегодня просим у наших радиослушателей и наших читателей. Вот её мечта, то есть у неё очень большой диапазон интересов жизненных, она идеалистка. Одна такая идеальная мечта, она вообще человек, который, наверное, когда-то жил в эпоху Ренессанса, да, она вот мечтает, чтобы всё в мире было гармонично, чтобы развивались и наука, и культура, и искусство, и чтобы люди, которые занимаются бизнесом и экономикой, сотрудничали с этими творческими людьми. И тогда у нас будет прогресс. Она может очень много на эту тему говорить, но главная мечта у неё – семья и ребёнок. Сейчас у неё упирается это просто в страх, в психологическую боязнь того, что она не может контролировать вот этот уровень сахара из-за диабета в крови. И при беременности эта беременность усугубляет эту ситуацию. И, в принципе, если ещё 10 лет назад врачи-гинекологи категорически были против того, чтобы женщины с таким диагнозом имели детей, то сейчас медицина идёт вперёд, и, в общем-то, никто так категорично уже на это не смотрит. Если правильно контролировать, ловить вот эти скачки, регулировать их, то прекрасно можно выносить ребёнка и родить. И почему мы решили с благотворительным фондом BeOpen попросить открыть проект для Евы и этот счёт, чтобы обеспечить ей именно на 3 года. На 3 года цена этого счастья и уверенности этой молодой девушки – 5100 евро. То есть это 3 года, если будет обеспечена оплата контроля сахара на 3 года, она сможет осуществить эту свою мечту о семье и о ребёнке. Получается, что вот этот 1700 евро стоимость вот этого аппаратика, он такой, как мобильный телефончик, и маленькая пластиночка крепится на плечо. И если вдруг уровень сахара меняется, выходит за пределы нормы, то он или звонит тебе, как будильник, или вибрирует, если ты ночью спишь, ты ставишь тогда на вибрацию. То есть это, ну как, 1700 евро цена, в общем-то, спокойствия и, может быть, и цена жизни для вот этих людей, больных диабетом. Почему мы подробно об этом говорим? Потому что вот мы думаем, что каждая такая история будет способствовать тому, чтобы в итоге, в конечном итоге государственная поддержка была обеспечена для больных диабетом на приобретение вот такого аппарата. Если есть такое изобретение в медицине, если это не такая уж баснословная цена, то это облегчит просто жизнь и качество жизни улучшит очень многих людей. А пока вот у нас в Латве инсулин оплачивается целиком, а упаковки тест-полосок, вот когда люди должны там определенный интервал колоть палец иголкой и проверять кровь, на них компенсация 75%, но положено всего 6 упаковок, да, это в Еве надо в 2 раза с половиной больше, чтобы вот контролировать это. Вот, так что мы думаем, что, может быть, это как-то и настроит общественное мнение, и в конечном итоге будет двигаться к тому, что государство начнет компенсировать. Потому что очень многие вещи, о которых вот мы, когда начинали нашу программу несколько лет назад, вот мы говорили о том, что вот это государство не компенсирует, давайте будем собирать деньги. Делали публикации, устраивали какие-то общественные дискуссии. И сейчас вот мы смотрим, что уже то, на что тогда мы собирали деньги, благодаря вот этому общественному резонансу, уже частично государство оплачивает, а что-то и полностью. Вот поэтому мы просим позвонить вас по номеру 93063-84 и помочь этой чудесной, романтической, немножко неприспособленной, немножко не от мира сего художнице осуществить ее мечту о семье и ребенке. Гидон, и вопрос к вам такой. Да, вернее, не вопрос даже, а вот мы прочитали на вашей страничке отклики ваших слушателей и поклонников. Когда играет Гидон, эмоции не сдержать вам пишут. И благодарят даже за то, что после вашего выступления в нашем пасмурном небе вдруг засияло солнце. Вот такое было чудо. То есть волшебная сила искусства, да, включается, наверное? Ну, наверное, да. Вы верите в волшебную силу искусства? Это несомненно, то, что искусство делает мир красивее, и люди могут там обрести и более, как сказать, и спокойствие, и наоборот, почувствовать какие-то эмоции, которые... Ну, наверное, самое главное, если вот удается как-то очищиться, как бы очищение пройти от каких-то бытовых негаций, вот это очень важно. И если действительно получается, что ты задел заживо человека музыкой, то это уже благо большое. Давайте еще раз заденем. Вы обещали нам сыграть что-то из Шерлока Холмса. А, это с удовольствием, да. Мы обещали сюрприз радиослушателям. Какая тема в Шерлоке Холмсе у вас любимая? Ну, первую я на рояле подобрал уже там в возрасте, там, не знаю, 6-7, по слуху, так это вот основная тема, конечно. Хит. Да, хит самый такой большой. И надо сказать, что это был и мой первый хит уже, когда я на скрипке играл, у меня там соседи собирались во дворе под балконом, у нас были вечерние и летние концерты, да. И если я там в начале чего-то хотел другому играть, да, да, там приходили с табуретками, садились, ну, мы на первом этаже в югле жили, там, вот, и там... Всякая могла играть, но обязательно требовали, просили, сыграем нам Шерлока Холмса, сыграем Шерлока Холмса. Вот и мы требуем. Долго продолжалось, да. Но самому мне, наверное, милее то, что называется вальс и рэм, ну, где Холмс влюбленно вспоминает Ирен Адлер, вот, и... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, и мы как-то соседи с юглы теперь хит попросим. А мы уже начали... Мы с Ольгой начали уже собираться на ваш концерт. Пожалуйста, но только там в основном... Обычно другая совершенно, конечно, программа. Вот то, что вы читали, я тоже всё-таки посматривал в Фейсбуке, надо признать. Это было про концерт, который был интрига, арт, и там были две части, это больше было про первую часть, где я играл классические, романтические, классические скрипичные миниатюры. Но сейчас, да, сейчас Холмс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В церкви, да, были концерты с Еленой Приваловой. Тоже наш друг, наша программа, она, да? Что вы там играли? Там как раз тоже была киномузыка, и мы даже играли у Вертюра Дашкевича тоже в тот концерт. Было очень красиво, это была музыка при свечах, полная темнота в церкви Иоанна, и только свечи горели. Там был тоже сюрприз, был великолепный, забыл вдруг имя. Пушкарев, это из Крамерата, и вообще действительно музыкант мировой уже. Вот с ним вместе сыграли одну вещь, пиацоллы тоже. Это был очень красивый концерт. Очень благодарен Елене, что она пригласила. А вы еще и в благотворительных концертах участвовали, да, мы знаем? Расскажите, пожалуйста. Вы не отказываете, если вас просят прийти на благотворительность, сыграть без гонорара, бесплатно? Ну, нет, не отказываю, но я не могу сказать, что это было очень часто. Это если получается, что я попадаю, да, что это, ну, что не будут проблемы на работе, или где-то нет спектакля, или еще чего-то, то да, с удовольствием даже. И перед кем вы выступали? Мы были с квартетом, по-моему, два раза. Мы играли в доме престарелых, вот, тоже такой благотворительный концерт был. И там даже был такой момент, что был один дяденька, который сам был скрипачом когда-то. И мне сказали, что он уже за день до того приходил в зал, сидел там и ждал, когда же мы, наконец, приедем. Потому что вот был концерт-местер какого-то радиооркестра в Советском Союзе, но не в Латвии. Вот, и вот, да, и вот такой вот момент. Мне сказали, что вот тот человек, он уже тут сидит весь день и ждет вас. И вчера уже сидел даже, что вот ему так хотелось услышать скрипку, вот, квартет. И тогда вот ты понимаешь, что... Сердце сжимается. Ну да, это совсем не зря. Гидон, а вы еще бессменным аккомпаниатором Раймонда Паулса являетесь, да? Расскажите, как это все сложилось-то? Тоже случайность? Нет, нет, нет. Это определенно дело рук Эдуарда Ильича Цеховала и самого маэстро. Это вот когда начали... Эдуард Цеховал – это многолетний директор русского театра. Да, извините, что я не сказал, я уверен, что все и так знают, что это действительно эпоха культуры русского театра. Вот, и тогда получилось, что я там уже участвовал в некоторых музыкальных спектаклях, и маэстро написал «Одесса – город Колдовской», который тогда назывался «Рыжий король». И тогда мы встретились, и он сказал, набери свой состав. Поначалу там были молодые ребята, которых я мог собрать сам, но так получилось, что уже на премьере из них остался только я, а остальные все-таки были музыканты-маэстро. Ну, там очень много менялись пианисты, замечательные музыканты приходили, но там было то, что ты должен быть человеком театра, чтобы участвовать. Нельзя просто быть хорошим пианистом. Потому что люди сразу не могут, это и правильно, что не могут понимать, что именно в тот момент надо сыграть, а тогда нельзя, и это можно делать, это нельзя. Что музыка не существует отдельно, это вот именно часть всего этого. Органика и чувство сцены – это очень тонкая материя. Я это сразу полюбил. Это, слава богу, было дано уже давно, и в Алмирском театре, и в Русской драме потом. Потом, да, если ты вот этим заболеваешь, то это, ну, не скажу на всю жизнь, но это точно до сих пор у меня есть очень в сильной форме, эта болезнь любви к театру. А трудно работать с нашим маэстро? Он требовательный очень? Он к себе требовательный, он к остальным тоже требовательный. Но если тебе нечего сказать, он за тебя скажет. Потому что этот человек, которым я восхищаюсь действительно, и вот его работоспособность, его вот… В нем столько пороха, сколько вот… Я молодых не нахожу. И иногда я помню тоже приходил, как лимон выжатый после каких-то репетиций утром в опере, и там то-то-то все, прихожу, думаю, господи, играть с маэстро, что я сделаю? Как? Как? В той же Одессе. А начинаем играть, и ты просто понимаешь, что от него идет энергия к тебе, и ты начинаешь, к себе находишь ресурсы, про которых ты уже не подозревал даже. Так что, да, для меня… Да, это праздник всегда, вот, играть с ними, когда мне обращают играть, что вот… Маэстро бы хотел, чтобы ты сыграл там то-то, сё-то. Вот он один из тех людей, где даже… У меня как бы принцип есть, что если я где-то обещал, то тот, с кем первым ты говорил, там ты и будешь, там ты и сыграешь, и ничего не меняется. А вот ради него я сделаю исключение всё-таки. Замечательно. Потому что очень уважаю. Мы напоминаем, что наш телефон 930-6384 работает с сегодняшнего дня и до следующего вторника в помощь молодой художнице из Лелварде Еве Яундалдере, чтобы помочь ей справиться с очень тяжелой формой диабета. Телефон 930-6384, стоимость звоночка, евро 42 цента. Пожалуйста, если вы сделаете этот звонок, вы поможете очень хорошему человеку. Наша программа подходит к концу. Мы благодарим Гидона и просим что-то важное пожелать нашим радиослушателям, тем, кто нас слушает сейчас, и, может быть, сыграть. Как вы решите? Пожелать, пожелать. Пусть сбудется в новой городской. Пусть сбудется, это, конечно, да. Конечно, любви, здоровья, радостей жизни и увидеть красоту в жизни. И главное то, что… Ну вот это для меня лично, я это давно уже понял, что всё-таки самое большое богатство в моей жизни – это именно те люди, с которыми я повстречался. И если есть возможность как-то помочь другому человеку, может быть, вы его сейчас ещё не знаете, а вдруг потом он станет вам близким. и это надо делать, и в этом найти какую-то… Радость. Да, именно, да, радость, что ты можешь помочь. А наша программа предоставляет очень простой способ взять и сделать небольшое доброе дело. То есть не нужно куда-то специально идти или ехать, или проверять, или вот иногда… Я хочу сделать что-то доброе, вот не знаю кому. Вот Еве, молодой художнице, прекрасной романтическому человеку. 93063-84, 1 евро 42 цента за звонок. И давайте завершим каким-то красивым аккордом. Или я не знаю, что вы решите. Что там у нас приближается, время свадки. Давайте уже что-нибудь рождественное скажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА